А любовь, она там, где плывут облака. Фестиваль «В кругу друзей» объединил на своей сцене более ста участников, воодушевленных, удивительно талантливых и открытых всему и всем. Главная цель мероприятия через погружение в творческую среду помочь прохождению реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также дать возможность выразить себя и стереть психологические барьеры в общении. С каждым годом у нас расширяется круг друзей, круг знакомств. В этом году к нам приехали люди с ограниченными возможностями из Котласа, Лиминды, поселка Вычегодского, Великого Устьюга. На суд жюри было представлено более 25 номеров в различных жанрах. Народное, эстрадное пение, авторская песня, инструментальная музыка, хореография, литературное чтение и многое другое. Каждый артист основательно подготовился к своему выступлению и постарался порадовать зрителя самым интересным и новым из своего творчества. Я не первый раз участвую. Это уже по счету пятый фестиваль, я уже где-то как раз пятый раз участвую. У нас было и прикладное творчество, мы делали. И вот в этот раз у нас будет постановка «Количко». И вот у меня лично песня будет с праздником называться. Я прочитаю вам свою прозу. Молодежь покажет вам сценку, споет песни. И учегодская пилочка покажет тоже. Частушки споет и танцы. На талантливых участников фестиваля «В кругу друзей» пришел посмотреть полный зал зрителей. Это друзья и близкие, а также люди, которые помогли с организацией мероприятия. Многочисленные благотворители. Более двух часов люди с ограниченными возможностями здоровья удивляли присутствующих своим безграничным талантом, стойкостью духа и открытым к творчеству сердцем. Многие из людей с ограниченными возможностями здоровья гораздо богаты душевно, чем некоторые из нас. И, конечно же, они ценят каждую минуту, каждое мгновение, каждое общение. И сегодня вот круг общения расширился уже на межрегиональный фестиваль, фестиваль, который сегодня нам показали прекрасные артисты. Артисты, выступавшие действительно с такой любовью, с такой теплотой. Все участники фестиваля были награждены памятными дипломами и подарками. Но перед жюри стояла нелегкая задача из всех выступающих выбрать тройку самых лучших, заслуживающих кубок Гран-при. Этой высокой награды удостоились у Стюжанки Лидия Мардинская, Вера Исакова и Полина Лахтионова, которые до глубины души тронули своим творчеством всех присутствующих в зале. Кроме выступлений на сцене, люди с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в выставке прикладного творчества, где представили свои работы в различных техниках. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Маша только знает, что...